Как это сделано? Древние греки так любили его, что называли жидким золотом. Сегодня мы ежегодно потребляем почти 3 миллиона тонн оливкового масла, и одна бутылка самого лучшего оливкового масла может стоить сотни долларов. Но что нужно делать, чтобы получить высококачественное оливковое масло «Экстра Вёрджин»? Как это сделано? Тоскана – один из красивейших регионов Италии, славится своей живописной архитектурой, небольшими горными фермами и бесчисленными оливковыми рощами. Имея более 250 миллионов деревьев, дающих 500 тысяч тонн масла в год, Италия является одним из крупнейших в мире производителей оливкового масла, и больше всего ценится оливковое масло «Экстра Вёрджин». Люди делают оливковое масло уже 5000 лет. И в течение веков самое лучшее масло производится здесь. Среди холмов Поджо, близ Сан-Доната, расположена Фаттория Димонтеккио. Эта историческая тосканская ферма окружена 20 гектарами оливковых рощ. Сейчас ранняя осень, и деревья гнутся под тяжестью фруктов. Да-да, фруктов. Оливки – это фрукты, а оливковое масло – оливковый сок. Чтобы стать маслом «Экстра Вёрджин», масло этих оливок должно иметь очень низкую кислотность – менее 0,8%. И здесь кроется проблема. Если собирать урожай, когда оливки поспели, они тогда слишком кислые. А если слишком рано, в них еще недостаточно масла. Самое трудное – это решить, когда же их собирать. Рикардо Нуцци готов принять решение. Оливковое масло более низкого качества используют не только в пище, но и в косметике, фармацевтике, для изготовления мыла и даже как горючее. Но Рикардо хочет, чтобы эти оливки превратились в высококачественное масло «Экстра Вёрджин». Не так важно, чтобы оливки полностью созрели. Нам нужна хорошая мякоть. Тогда мы получим масло лучшего качества, с нужным вкусом и ароматом. Когда начинается сбор урожая, важно собрать оливки очень быстро. Чем дольше они будут лежать после сбора, тем хуже они станут. Поэтому сборщики растягивают сети для ловли оливок. Нельзя терять ни секунды. Беда в том, что для того, чтобы собрать вручную оливки для производства литра масла, требуется около 45 минут. Поэтому, чтобы ускорить процесс, сборщики используют электрические грабли. Эти многолопастные инструменты могут очистить дерево за несколько минут, что ставит перед Рикардо еще одну проблему. Нужно быстро увезти оливки и отжать их не позднее, чем через 8 часов после сбора, чтобы гарантировать свежесть, вкус и аромат масла. Деревья очищены, и сборщики собирают сети. Оливки укладываются в ящики и погружаются на трактор, который доставит их на механический пресс. Если не поспешить, то урожай погибнет. К счастью, у них трактор компании «Ламборджини». Оливки высыпаются в накопительную цистерну. Теперь нужно отжимать масло. Сначала урожай отправляется на промывку и очистку от листьев и черенков. Затем плоды нужно размять и выпустить масло. Потом эта паста перемешивается в течение часа. Этот процесс называется разминанием. Но никто не купит оливковую пасту, поэтому теперь нужно отделить масло от мякоти и воды. Чтобы получить масло холодного отжима, нельзя это делать с помощью нагрева или химических веществ. Поэтому используется центрифуга. Делая до 3500 оборотов в минуту, она отделяет масло от воды. То, что получается, это уже оливковое масло первого отжима. Но оно еще не достигло того качества, чтобы называться экстра-верджин. Поэтому его оставляют на две недели в покое, пока все примеси не осядут на дно. И, наконец, момент истины. Насколько это масло отвечает требованиям экстра-верджин? Ванесса Хелд – эксперт-дегустатор оливковых масел. Она подвергает это масло целой серии проверок на кислотность, цвет и вкус. Оно очень насыщенное. Очень-очень насыщенное. Очень зеленое, очень сильное, очень ароматное. У меня даже немного першит в горле. Очень вкусное. Это успех. Но проблемы не закончились. Ультрафиолетовые лучи могут окислить оливковое масло и сделать его прогорклым. Чтобы этого не случилось, нужно разлить его в темно-зеленые стеклянные бутылки, так как этот цвет лучше всего блокирует ультрафиолетовые лучи. Под нагревом бутылки запечатывают крышками и приклеиваются этикетки. Теперь Рикардо может отправить свое оливковое масло экстра-верджин во все концы мира. Но самым свежим его отведают местные тосканцы – счастливцы. Продолжение следует... Продолжение следует...